До начала концерта полчаса на главной пешеходной улице Бреста уже все признаки аншлага. Но такой оживленности никто не удивляется. Творческий проект «Музыкальные вечера на Советской» уже давно стал культурным брендом областного центра. Очень интересно. Нравится просто. Нравится. И музыку любим, и очень нравится. Великолепный оркестр у нас. Музыка разная, хорошо играет. Можно смело назвать, что это бренд Брест? Конечно. Это фишка. Конечно, субботнее. Мы уже и в парке слушали, и на Советской, и не первый год. Они нас удивляют. Каждый раз бывает новый репертуар, особенно когда не танцевальные вечера, а тематические. Приятно послушать. Традиционное открытие музыкального сезона проходит в первых числах июня. Концертная программа приурочена к Международному дню защиты детей. Этим летом первый музыкальный вечер состоялся с участием самых юных дарований. Сожигай, звезды, сожигай, чтоб дорогу восхищали, и сам столов. Мы всегда традиционно отдаем эту самую сцену нашим детям. У нас очень много талантливых детей в Бресте. И вот тот факт, что почти 30 человек поют живой оркестр. Это для детей большое счастье. И мне очень приятно работать с ними. В репертуаре музыкальной гостиной под открытым небом, как всегда, марши, польки, старинные вальсы и танго, народные эстрадно-джазовые композиции, жемчужины мировой классики. Словом, музыка на любой вкус и возраст. С открытием сезона концерты будут проводиться каждую субботу на Советской у здания Белтелекома. В планах у бессменного руководителя проекта Валерия Коваля вечер классической музыки, старинного романца, сольный концерт солистов оркестра. Продолжится традиция концертных программ, приуроченных к профессиональным праздникам. Мне бы хотелось, чтобы публика, которая приезжает к нам в гости, а здесь пока только случайные люди, которые узнают, проходят и узнают, остаются, а потом передают. Мне бы хотелось, чтобы туристические маршруты проходили именно в эти вечера. Мне бы хотелось, чтобы, во-первых, утвердились наши традиции, которые мы уже заложили в тех двух сезонах.